Доброе утро, друзья! Я заступаю на дежурство по Америке. У нас сегодня приколы избирательной кампании, вековечной борьбы между Петрушкой-клоуном и Маней-золотой ручкой из штата Арканзас. Но в данном случае у нас Петрушка прикалывается, и уже целый день страна надрывает животы, я поэтому вам расскажу, что произошло. Значит, в понедельник, то есть вчера, а сегодня вторник, в понедельник открылась конференция республиканской партии, где они должны провозгласить Трампа кандидатам, и, собственно, так, как-то, ну, такое шоу, где они должны сплотиться, там, забыть о прошлых разногласиях между кандидатами, единым фронтом, в общем, двигать вперед. Ну, и там не просто они, такое чисто шоу, там, демонстрашка, но они должны еще как-то высказаться там по наболевшим проблемам. Сейчас наболевшая проблема это вот, ну, не столько именно напряженность расовая, ее нет, но обострения такие вот, когда тут застрелили, там застрелили, то есть это как-то все неприятные вещи, потом терроризм, в Европе теракты, вот это какие-то такие основные темы, иммиграция и защита границы, вот такие основные темы, и они должны что-то там прокричать. Вот, естественно, что решений ни у той партии, ни у этой нету никаких, но, ну, покричать и вот поспекулировать там на том, что вот они сейчас придут и что-то такое сделают, это вот задача этого мероприятия. Ну, и дальше там обычно они показывают, какой замечательный человек, какой он семьянин, как он заботится о детях, какие у него моральные ценности, вот такой, ну, человек с моральными ценностями, values, у него values. И вот, значит, неважно какая там партия, но всегда там выступает жена, кандидат там и так далее, там может быть из семьи кто-то. В данном случае, значит, выступает супружница Трампа, зовут ее Миланья. Ну, может, вы по-английски бы иначе сказали, но поскольку такое имя нам понятно, пусть будет Миланья. Значит, Миланья выступает, и мы все понимаем, что женщина простая, ну, в том смысле, что, может, и с бабками, конечно, но она не политик, она не имеет опыта публичных выступлений. Конечно, ее готовят там, она должна выступить, вот. И, безусловно, речи ей тоже кто-то написал, то есть понятно, что сама она своих речей писать не может. Если уже там Трампом разным пишут, понимаете, там Клинтоном, то уж, ну, ей-то такое точно. Ну, короче, выходит она и рассказывает, какой у нее муж хороший и там все такое. И, в частности, вот там такой пассаж о ценностях. Значит, что вот с детства их учили, они теперь детей своих этому учат, что вот надо работать хорошо, надо, значит, уважительно относиться к людям с другим мнением, даже если это мнение с твоим, значит, расходится, но все равно эти люди заслуживают уважения и так далее, и так далее. И вот она все это рассказывает. И, ну, это все так мило. Да, а тут мужик сидит в Старбаксе и так слушает, знаете, край муха. И у мужика, значит, ассоциация возникает. Он говорит, что-то я такое слышал уже, говорит он. И быстренько тип-тип, значит, и приходит в речь Мишел Обамы от 2008 года с точно такого же мероприятия, ну, демократической партии. И, ну, как вам сказать, оно немножко правлено, ну, скажем так, там два-три слова местами там переменено. Я посмотрел на то и то, и другое. Я могу сказать, что, безусловно, попытка, попытка закосить под то, что это не плагиат, была сделана. Но была сделана настолько неумело и настолько, ну, я же не знаю, как сказать, бездарно, непрофессионально, что понятно, что этот текст просто украденный. Полностью. И, значит, да, значит, ну, она вот-вот украла. Ну, понятно же, что не она, понимаете? То есть, ну, кто в нее бросит камень? Ну, человек там, ей какой-то козел написал. Один профессионал неумело украл, другие профессионалы. А у Трампа, как бы, вся компания его избирательная, она, как бы, непрофессионализм и, как бы, так сказать, непонимание того, что они делают. Оно, как бы, с первого дня присутствует, как бы, все к этому привыкли, в общем. Ну, нет профессионалов, там, какие-то люди, вот, не поймешь, там, то ли деньги экономят на грамотных, не знаю. Ну, в общем, какой-то козел ее подставил. Ну, посмеялись там и пошли бы дальше. Но уперлось все это в другое. Уперлось это все в то, что избирательная компания Трампа отказывается, как бы, сказать, ну, да, подставил райтер, он больше у нас не работает, мы его уволили. Ну, да, ну, ну, а что, ну, ну, так, как бы, а как еще? То есть, любая другая избирательная компания, там, людей более профессиональных, более породистых, более понимающих, так сказать, что, ну, в рамках, как бы, тренда вот этого политического, они бы так и сделали, но эти так не могут. Вообще, надо сказать, что не только у простых граждан, вот, типа, там, нас с вами, друзья, или, там, Трампа, вот, значит, не только у простых граждан есть некая упертость по части признания собственных ошибок, да, мы все это хорошо понимаем, даже у политиков, вот, подите, чтобы вам там Обама извинился где-то, вот, вот, покажите мне, чтобы Обама сильно извинился, или, там, извиняюсь, там, ну, вот эта Маня, золотая ручка, вот, из штата Арканзас, чтобы она извинилась где-то, я, я, я на вас посмотрю. Но дело не в этом, то есть, есть вещи, в которых, ну, нельзя, нельзя напирать, вот, надо признавать, тем более, ты же на президента все-таки идешь, да, то есть, политики, это же не просто, там, чуваки, там, с соседнего подъезда, они же себя по-другому немножко должны вести, ну, то есть, ожидания другие, что они в состоянии профессионально отработать вот такую ситуацию. Но они говорят, это случайное совпадение. И в этом месте журналисты, а все-таки миди, это все-таки журналисты, в этом месте журналисты начинают ржать так, что уже же невозможно, потому что люди, которые пишут, они понимают, что такого совпадения быть не может, они абсолютно четко видят этот плагиат и сам факт того, что ты вот уперся вот в эту ерунду, хотя мог ее с себя скинуть и все, но они ее на себя взяли. И вот говорят, это никакой не плагиат, ну, просто человек сказал, ну, values, values, hard work, разве hard work, это только Мишель Обама говорит про hard work или там про уважение к людям с другими взглядами. Нет, об этом все говорят, но какими словами, вот же важно. И в какой последовательности. Ребята, если вы посмотрите на вот речь одну и речь другую, ну, просто, я даже не знаю. Да, ну, хорошо. В общем, короче, профессиональная братва не может успокоиться. И, значит, рыжет, да, там еще руководитель компании Трампа, там есть господин один, он сказал, ну, друзья, сказал, ну, вы же понимаете бредовость этих обвинений, ну, неужели наша замечательная Миланья будет какой-то, чего-то такое заимствовать у гнусной, там, Мишели Обамы, ну, кому это в голову придет? Ну, что тоже какой-то детский лепет непрофессиональный, потому что никто же не обвиняет Миланью в том, что она составила эту речь, ну, и у кого-то что-то сперла. Но она ее зачитала, может быть, с ней репетировали там неделю, как ее зачитать, где прочувственно сказать, где там слезу проглотить, там еще что-то. Ну, вот, там постановкой занимались, речь кто-то написал. Ну, то есть, что я хочу сказать, настолько непрофессионально, настолько дилетант, по-дилетантски, настолько уже ниже всякого плинтуса, уже нет такого плинтуса, понимаете, что туда можно было еще ниже. И вот братва, значит, веселится, журналистка, медийная. Да. Тут высказывается еще такое мнение, что, может быть, это даже для Трампа и лучше, чем если бы братва циклилась на том, что произошло, кроме этого, в первый день конференции. Дело в том, что сторонники движения, так сказать, там, остановить Трампа, остановите Трампа, я сойду, можно так сказать. Они там устроили некую абструкцию и требовали такого поименного голосования, чтобы, значит, там поменять правила конференции, освободить делегатов от обязанности голосовать за того, за кого они должны голосовать по правилам, так сказать, штатов, которые туда прислали. То есть, как бы вот эту вот часть. Но их, надо сказать, мастерски обвели. Обвели. Председательствующий их поимел. И это отдельная совершенно история, как это произошло, но я бы сказал, вот это произошло в стиле известной фразы «Ты меня каламбуром, а я тебя каламбуром». Вот. Короче, вот их этим самым каламбуром, и они, можно сказать, сникли. Там. Председательствующий вообще был известен вот по этой части. Вот по части этого каламбура у него прекрасный такой послужной список. Его для этого и поставили. В общем, это отдельная комедия, но... Так вот, я к чему говорю, что если бы журналистское братье сфокусировалось на том, что внутри партии раскол, что делегаты съезда, значит, там устраивают обструкции, что на этот съезд не приехали очень авторитетные люди, само отсутствие которых является плевком брожу, настоящим безоговорочным плевком брожу. не приехали оба Буша, которые были президентами когда-то. Не приехал сенатор Рубио, который баллотировался тоже. Не приехал... Ой, не приехал наш знаменитый кейсик, который тоже баллотировался, губернатор штата Огайо. Это все плевки такие, серьезные, смачные плевки. Очень многие не приехали конгрессмены, сенаторы из палаты представителей, люди из республиканских, как бы. Так вот, если бы они на этом фокусировались, на том, что в партии бардак, раскол и так далее, может быть, это было бы еще хуже, я не знаю. То есть, с точки зрения, как бы, всей избирательной кампании Трампа, которая, ну, просто шоу, да, такая клоунада. Вот, ну, может быть, там мячики клоун там, он же не умеет толком жонглировать. Ну, тут мячик уронил, там мячик уронил, нос отвалился. Вот, ну, по-всякому бывает. Ну, такой цирк, не любительский такой цирк. И вот, вот эта кампания, вот этого Шапито, может быть, так даже и неплохо, там, знаете, там сначала нос отвалился, потом там еще, а потом купол цирка тоже упал на аудиторию. Ну, вот так это, значит, продолжается. Я не знаю, чего там дальше наши духарики, значит, устроят. Еще не было конференции, начнется потом конференция демократической партии, хотя там, наверное, наверное, она пройдет более организованно и, как сказать, без особых каких-то вот визгов, поскольку там все-таки контроля больше. Контроля больше, дилетантов нет. Ну, вот был Берни Сандерс, но тоже его нельзя назвать уж совсем прямо человеком, который вне политики, все-таки он более-менее, у него своя порода такая есть, то есть он не то, чтобы уж прямо из-под воротни нет. Ну, в общем, такие вот у нас дела на избирательном фронте. Значит, конференция продолжается. Я думаю, что там, значит, цирк еще не уехал. Мы понаблюдаем и будем вам рассказывать дальше. Счастливо, ребята. Я дежурствую с себя, значит, складываю повязку, значит, кладу в тумбочку и до следующих встреч.